Приветствую вас, к ответу коллеги Кудрячева Игоря Леонидовича не добавить, не отнять, на самом деле, но я уже попытаюсь вам ответить, вот, а вы пишите у нас, мы встречаемся уже полгода, поначалу все было просто великолепно, понимали друг друга с полуслова, казалось, что были люди здесь не встречали, но все время у меня стало замечать, что-то сомневное мне не нравится, но, смотрите, похоже, что вначале была все-таки влюбленность, вот, вначале была влюбленность, вначале было вот, что-то, что-то вот такое, да, связанное именно, насчет, с идеализацией человека, вот, а после этого это уже перестало приносить, то есть перестало оккупаться, грубо говоря, а после этого это вот стало, ну, по сути, да, единственным что вас удовлетворяло бы, но это, кстати, нормально, абсолютно, то есть это абсолютно нормально, что вас перестало удовлетворяться, что там влюбленность навсегда проходит, и это нормально, что такая вот история возникает. А, значит, другой вопрос, что вы стали высказывать пожелания человеку, вы стали говорить человеку о том, что вам не нравится, чтобы было, чтобы было, как вы говорите, лучшего на бой, но по факту это выглядит так, что вы просто берете ответственность уже за двоих. и, к сожалению, это не показатель хороших отношений личностных, зрелых, здоровых отношений, потому что, ну, вы же не мамы, чтобы молодого человека перевоспитывать, да, вот, вы пишите, что я стал замечать следы, чтобы мне не нравится, это нормально, это тоже нужно принять, человек не состоит только из плюсов. Вот, уважительная форма, начала говорить пожелания по поводу восповедения, ну, а кто определяет, что есть уважительная форма, да, а что нет. Он только обижался в ответ, я делаю это из добрых побеждений, чтобы нам обоим было комфортно, вы решаете как бы из-за себя и за него, это нарушение личных границ. Все за то, чтобы говорить, что вам не нравится, не говорите себе обиды из лица, да, ваша точка зрения, она хорошая, но форма, в которой вы высказываете то, что вам не нравится, она является деструктивной. Фактически, когда вам что-то не нравится, вы говорите, чтобы человек изменился, вы используете местоимение этой, ну, подробнее об этом написано в ее сообщениях, которые вам порекомендовал мой коллега. «Стало ясно, что мой парень не умеет воспринимать критику и слишком обидчу». Да, да, он такой, да, и что? Он называет такие разговоры ссорами, да, потому что у него есть негативный опыт обсуждения такого рода вещей, которые в его опыте действительно скатывалось в конфликт. Для меня это просто обычные бытовые жизненные вопросы, которые сейчас на месте не развиваются в конфликт. Тогда возможно, возможно, да, так, но мужчина не может принять это. Мужчина не может, нет, для него это драматично, очевидно. Если вы говорите, что ему это, ну, портит настроение и прочее. Для него, наоборот, это целое событие, он спожидал слишком долго, сначала долгий случай, потом замолкать, разговаривать на несколько дней, хоть без настроения, разыселить отлично невозможно. Зачем не усилить или отвлекать, если вы же сами вели человека, по сути, в это состояние? То есть выглядит так, как будто вы заглавливаете вину. Говорит, что ему надо всё обдумать, мириться первым не идёт. А должен? Почему вы считаете, что должен? Ну, в этот момент я схожу с ума в одиночестве. Вот это вот, куда более значимый момент, на самом деле, то, что вы сходите с ума в одиночестве. Если вы чувствуете себя одиноко, значит, вам наедине с собой не комфортно. А если вам наедине с собой не комфортно, то вы себя не принимаете такой, какая вы есть. То есть вы не являетесь самодостаточной. С этим нужно работать. Так, потому что я не могу долго не общаться и быть в обиденном лице. Ну, опять же, всё значит, не могу. Да. То есть, как бы, обиды — это одно, а не кондактировать с человеком, правда, это ему неприятно. Это просто другое. Тут, опять же, есть проблемы с личными границами, как вы видите. Дальше. Неколько раз я извинялась. Первый говорил ему, что жду от него того же, но никакого. Вот смотрите, вы почему считаете, что если вы что-то делаете, то человек должен делать так же. Это ошибка. Это ошибка. Человек не может делать так же, как вы делаете. Но я могу понять, что вам хочется, чтобы сделать так же. Возникает вопрос, а для чего делаете вы. И стали бы вы делать что-то, если бы знали заранее, что человек так не поступит. Вопрос? Вопрос. То есть, насколько вы свободны в своём поведении. Ага. Дальше. Любое недопонимание, и он опять в кусты замыкается, молчит. Ну, это его сподсподбегание. Это его опыт, это его поведение. Либо он это корректирует со специалистом, либо вы принимаете его таким, как он есть. Сейчас говорить, что между нами стал слишком много ссор. Да, ему это тяжело. Хотя я это как ссор не воспринимаю. Но, опять же, здесь ему, очевидно, труднее и тяжелее переносить. Переносить пёса для вас нормально. И, соответственно, вы, и, коль вы его любите, вам нужно к нему прислушаться. Тяжело от того, что я одна девочка неприятности, например, оптимистично, а он пессимистично. Да, возможно, но вы, во-первых, выбрали такого человека. Во-вторых, не очень понятно, во-первых, почему вы считаете себя в праве критиковать. И, второе, ко всем ли вы неприятностям так относитесь. Вот то, что вы говорите, что вы сходите с ума в одиночество, говорит о том, что не так то, что вы и оптимистично, да, воспринимаете обстоятельства. Потому что, в противном случае, одиночество, наверное, вы воспринимали бы немножко по-другому. Дальше. Вплоть до того, что приказывает такой ссорий, он теряет веру в наши отношения. Нет, правда, человек очень не уверен в себя. Это очень обидно. Чем? То есть, обида, это ваше ожидание. Ожидание, это ваше желание. Как и... Так вот, давайте разберёмся, на чём. Зиждется ваша обида. Подскажите, как себя вести, чтобы что. Евангелина, чтобы что. Как вести себя, чтобы что. Какая цель, конечно, у поведения вашего. Это очень важно. На этом всё. Надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом.